Добрый день, друзья! Начинаем 28-й урок курса «Вопросы и ответы». Наша тема сегодня – TeamArbeit – командная работа. И сейчас, как всегда, прочитаю вопросы по этой теме с переводом на русский. Что означает понятие «командная работа»? Что для тебя, собственно говоря, означает способность работать в команде? Какие проблемы gibt es bei der TeamArbeit? Какие есть проблемы в командной работе? Что для тебя лучше, в команде или одному работать? И сейчас, как всегда, предложу свои варианты ответов на эти вопросы. Als TeamArbeit bezeichнет man die Тätigkeit einzelner Team-Mitglieder, um eine Aufgabe gemeinsam zu bewältigen und ein klar definientes Ziel gemeinsam zu erreichen. «Командная работа» обозначает деятельность отдельных членов команды, чтобы совместно справиться с задачей и достичь совместно четко определенную цель. Для меня способность работать в команде прежде всего является социальным навыком, который делает возможным находить общий язык в команде с целью извлечения прибыли и сотрудничать с другими конструктивно. «Мангель des Engagements und Konkurrenz sind typische Probleme in der TeamArbeit. Erfolgreicher TeamArbeit hängt auch vom Grad des Vertrauens untereinander ab. «Оnne Vertrauen ist natürlich keine Zusammenarbeit in Team möglich. Was bestimmt zufrieden Problemen ist verständnissen und konflikten führen kann». Недостаток активного участия и конкуренция – это типичные проблемы в командной работе. Успешная командная работа зависит также от степени доверия друг к другу. Без доверия, конечно, невозможно никакое сотрудничество в команде, что определенно может привести к различным проблемам, недоразумениям и конфликтам. «Für mich ist es auf jeden Fall viel besser, alleine zu arbeiten. Es gibt keine Kollegen, folglich keine Konkurrenz, keine Konflikte und weniger Stress, was ich sicher sehr positiv finde. Niemand stört mich bei der Arbeit, niemand behindert meine Entwicklung». Для меня в любом случае лучше одной работать. Нет никаких коллег, следовательно нет Konkurrenz, нет конфликтов и меньше стресса, что я нахожу очень позитивным. Никто не мешает мне в работе, никто не препятствует моему развитию. Ваше домашнее задание, как всегда, дать свои ответы в комментариях под этим видео. Я прощаюсь с вами до следующего урока, в котором мы поговорим о фрайбе Руфля – фрилансерах. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...